Так, привет вам от Юрия Васильевича Бродского, еще показывают уже другие персики. Знаете, как он обидел? Это та же Майлиц, как у меня. У его друга его персики еще крупнее. И у меня, кстати, такие же проблемы это одолевает. И я специально с экрана снял, полюбуйтесь на эти чудеса, полюбовались. А дальше что он мне сообщил? Изюминка США. Он дружит с нашими американцами, не с американцами из США, а именно нашими американцами. И они там хотят, я только не понял точно, что именно из моих вебинаров, из этих, из наших, что-то выберут и буквально две-три минуты покажут, там по телевидению. И назовут это изюминкой. И он назвал это изюминкой США. Оно, конечно, здорово, что американское телевидение покажет. Ко мне забыли дорогу, все. Раньше хоть приезжали областные, сейчас уже никакие. Интерес продолжает падать. И еще, вот это перенесенное на другой участок абрикос Бродского. Не смотрите, вот это чужое дерево с плодиками. Просто я пример привел, как раз прошел дождь, мне бросилось в глаза, что очередной дождь, что листья сырые. Я хочу сказать, вот он Дальний Восток. Все весно, все лето, дожди, дожди, дожди. Редкий день без дождей. Вот, где-то первая парша появилась, чуть-чуть появилась на яблоне, покажу, пока на одной. Так? Да, пожалуй, все. Но абрикосы до сих пор не могу найти ни одного листика с этой же самой, с манеллезом или как там называют наука. Вот, ничего не понимаю в болезнях. Вот вам яркий пример. Это перенесенный на другой участок один из абрикосов Бродского. Причем, как самый перспективный. Ну, я пока по лесам сужу. Но он не стал плодоносить благодаря этому переносу. Меньше в два раза в три.